Всем здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Жизнь на юге Англии. И сегодня мы с вами совершим замечательное путешествие на самый западный мыс острова Уайт. Это называется скалы Needles. Needles, что в переводе с английского языка означает иглы. Они находятся в проливе Аллен Бэй. Три красивейших скальных массива белого цвета высотой в 30 метров, которые уходят далеко в море и заканчиваются старым маяком. Благодаря именно этим красотам остров Уайт в 1963 году был удостоен особого английского статуса. Это территория выдающейся природной красоты. И с этим трудно не согласиться. Чтобы добраться туда, люди чаще всего используют вот такой открытый автобус или доезжают на своей машине. Здесь очень красивые, удобные дороги, живописные поля вокруг, потому что именно западная часть острова Уайт наименее заселена. И здесь в основном преобладают старинные фермы, которые действуют и поныне. Именно в этой западной территории острова Уайт сохранились множество старинных домов. Вот таких коттеджей с соломенными крышами, а также старинных ферм. Некоторые здания датируются 17 и 18 веками. Мы с вами сейчас проследуем по этой красивой дороге протяженностью 25 миль и посмотрим, как маленькие деревушки нам будут попадаться на пути. Так и несколько довольно больших городов острова Уайт. Первый из них это Ярмат. Второй это будет Тотландбей. Мы будем также проезжать очень красивое место, порт Виктории. Вот посмотрите, как дорога живописно здесь идёт практически по самому берегу пролива Соланд. И можно ехать и любоваться всеми этими красотами. Дорога изменяется постоянно. Виды довольно-таки красивые. Попадаются на пути также и небольшие лесочки вот такие. И посмотрите, какая узкая дорога. И машины просто шарахаются в стороны от этого огромного автобуса. Иногда бывает, что встречный автобус и проехать очень-очень сложно здесь. Но вот эти виртуозы, которые управляют огромными двухэтажными автобусами, они меня всегда поражают. Как они могут лавировать по такой узкой дороге? Я просто не представляю. Сегодня у нас с вами будет длинное путешествие. Поэтому я не буду вас утомлять. И на обратном пути я расскажу и покажу вам всю дорогу полностью, для кого интересно. А сейчас мы прибываем на переправу в городе Ярмат. Это вот White Link Ferry, вы видите. И напротив это будет город Лиммингтон. То есть это Ярмат Лиммингтон, ходят паромы. Самая западная точка переправы на острове White. Посмотрите, сколько здесь много стоит автобусов, сколько здесь припарковано машин, ожидающих свою очередь. И посмотрите, сколько яхт и лодок на причале здесь, в этом порту. Здесь будет наша небольшая остановочка, совсем ненадолго. Огромную площадь занимает эта паромная переправа. Вот сейчас посмотрим здесь все вокруг. Пока нам позволяет прекрасный вид из автобуса. Вот впереди стоит еще один открытый автобус, который сейчас тоже поедет. А это вот, видите, ферри и четыре полосы заезжают автомобили туда очень быстро. Вот видите, автобус открытый. И мы сейчас несколькими автобусами уже приближаемся к самому Нидлс. Здесь у нас все аттракционы, кафешки, магазины. Здесь я выхожу из автобуса и иду пешком. Вот такая зона отдыха здесь, перед входом на Нидлс. Сегодня у нас прекрасная погода, плюс 22. И посмотрите, сколько здесь людей. Очень много. Для острова Уайт это просто скопление народу. Давайте мы пройдемся и посмотрим, что нас ждет здесь. Кафе со всех сторон. Сзади и впереди. Это все павильончики, где можно перекусить. Вы видите, что многие уже присели пообедать. У нас сейчас ровно час дня. И, конечно же, время обеда. Обратите внимание, это уже не жители острова Уайт, А это уже приезжие наши английские гости из Лондона и других крупных городов Великобритании. Здесь есть вот такая канатная дорога. Сейчас я зайду и покажу вам, как это все происходит. Сначала со стороны, а потом уже внутри. Это вход на канатную дорогу. И прежде чем попасть туда, нужно выстоять еще в одной очереди и купить билет. Билет на канатную дорогу на одного человека стоит 8 фунтов туда и обратно. И вообще, этот Нидлз-аттракцион, как выяснится дальше, очень дорогое удовольствие. Здесь за каждый шаг буквально нужно платить. И чтобы попасть всего лишь навсего вот сюда, на вот эту смотровую площадку, вы должны заплатить 6 фунтов. Но ничего не поделаешь. А раз уж приехали, будем платить за все и буду вам показывать все, что здесь есть. Ну вот, первый вид. Смотрите, как красиво здесь открывается панорама на эти наши скалы Нидлз. Вид, конечно, грандиозный, но это все-таки еще далеко. До самих скал. Я пойду пешком вот поверху той горы, которая у нас сейчас слева. Там примерно идти километров пять по тропинке. Но, конечно же, я дойду с вами и покажу, и расскажу все поподробнее. А сейчас я попробую еще найти, может быть, здесь спуститься какое-то место. Здесь вот видите, так как эти скалы, они уже все обрушиваются, постоянные оползни, то все закрыто сеткой. Видите? Кругом сетка. То есть, близко здесь подойти невозможно. И, к сожалению, вот вид, наверное, самый лучший здесь с этого угла будет именно со смотровой площадки. А я отсюда пойду дальше сейчас. Так или иначе мне придется идти далеко в гору, чтобы все вам это показать. Вот видите, я уже поднялась довольно высоко и прошла по вот этой белой дороге меловой очень далеко. И вот видите, теперь у нас вид полностью туда вдаль на весь наш остров Вайт. Вот шикарные, просто виды здесь грандиозные. Но и пока мы с вами смотрим на этот вид, я хочу рассказать вам еще об одном очень интересном месте. Вот оно у нас как раз здесь. Обрыв этот называется Алумбей Санд. Санд – это песок. Так вот, этот обрыв, он знаменит тем, знаменит и уникален, что он имеет 21 признанный оттенок цвета песка. И это давным-давно использовалось здесь еще в викторианскую эпоху. В 1860 году подарили королеве Виктории бутылочку с вот этим разноцветным песком, которая положила начало специальной сувенирной традиции. И вот смотрите, меня догнал опять этот открытый автобус двухэтажный Ниддлс, который, оказывается, возит туристов до самого верха. Я почему-то пропустила этот момент. Я уже практически поднялась в самую гору. И вот там вот за этой горой как раз находится Ниддлс, самый крайний западный мыс острова Вайт, на который я сейчас вас и приведу. Ну вот, на этот автобус 4 километра тут ехать. Билетик стоит 12 фунтов. Вне зависимости от возраста, никаких скидок ни для кого. И также я возвращаюсь вот сюда опять и покажу вам. Вот там вот как раз к этой пристани поднимается вверх натная дорога. Она тоже небольшая. Она спускается вниз. Вы можете спуститься и сесть на кораблик, прокатиться вокруг. Или вы можете обратно подняться по ней сразу. Как нравится. Ну, конечно же, многие там остаются. Там вы видите даже загорающие на пляже. Вот, прекрасный, чудесный день. Бирюзовая вода. И я просто в восторге. Сегодня, я надеюсь, у нас получится очень хорошая съемка. Вообще, вы знаете, я страшно боюсь высоты. И для меня вот здесь вот, по вот этой тропинке, как-то некомфортно. Прямо хоть назад иди. Я вообще не представляю, как я здесь сейчас пройду. У меня коленки трясутся. Здесь еще такой ветер сильный. Мне кажется, что меня сейчас туда вниз просто сдует. Ужас один. Как страшно. Как страшно. Да ну нафиг, как там страшно, друзья. Посмотрите. Я даже вам не рискнула там камеру включать. Там такой скользкий этот спуск. Ну, как скользкий. И сухо. И вот эти вот там меленькие камешки, они под ногами все. На них наступаешь. И как на бусинах катишься. И просто так страшно, невозможно. Вот я только сейчас увидела, что здесь какое-то все-таки заграждение. Если упадешь, то хоть не до конца будешь лететь. А там вообще не видно. Там кажется, что сразу ты в обрыв рухнешь туда вниз. Здесь же очень глубоко и далеко. Здесь же очень далеко. Нормальные люди вон там по дороге идут. Нет, все. Нафиг, нафиг. Больше я не пойду по этим тропинкам. Вы знаете, англичане, они порой меня поражают, удивляют. Вот они не боятся абсолютно. Они ползают везде. Вот в таких вот местах. Ну, куда это годится? Ну, вы только посмотрите. Если вам видно. Мало того, что он скользкий этот спуск. Он узенький. И он там прям на самом краю. Нет, я больше туда не пойду. Все. Под жилкой трясутся. В животе холодно. Так вот, говорю, что англичане, они меня удивляют. Я вот как-то помню, ездила тоже, когда мы были с мужем на этом лайнере, круизном. Там такие у нас вещи были. Вот сейчас тоже вам всплывет это видео. Это не мое видео. Я просто его нашла. Но я его всегда, вы знаете, с ужасом смотрю. И как там они сидят и подхихикивают, эти англичане. Это полный автобус вот этих крэйзи англичан. Сумасшедших. Как там один скажет, мужчина, mad. Сумасшедшие. Но потом, по-моему, было уже им даже не до смеха. Посмотрите обязательно. Это бесподобное видео. Хотя, конечно, там оно запрещено для показа. Но так, по секрету для вас. И еще один вход. 5 фунтов. Вот. Для того, чтобы попасть вот на эту площадку. Это называется батарея. Южная батарея. Когда-то оборонительное сооружение. Вот видите, здесь стояли три пушки, да? Нет, четыре там. Там дальше пять-шесть в каждом углублении. Остались две просто, чтобы понять, как это выглядело. Но, вы знаете, в общем-то, конечно же, не ради этих пушек и не ради этих батарей приходят люди сюда. Люди приходят сюда посмотреть на вид вокруг. Панорамку. Только и всего. но теперь у нас за все нужно платить. Здесь, конечно, есть, видите, Ти Кофе Рум. Очень скромненький такой. Но даже здесь очередь. Не знаю, пойду ли я туда. Я все-таки хочу показать вам грандиозный вид на Нидлс, ради которого, в общем-то, все это и затеяно. выходим и смотрим. Вот они, вот они. Эти грандиозные скалы. Нидлс. И вот не знаю, как вы, а я постаралась даже сюда подойти как можно ближе показать весь этот вид, но разочаровалась очень сильно. посмотрите. Во-первых, такая высоченная здесь стоит вот эта сетка. Дальше никак не подойти. Ну, вот немножко я смогла поднять камеру. Ну, разве это вид, друзья? Мы ведь с вами сколько много имеем прекрасных видов. Только что в начале видео я вам показывала вот этот грандиозный вид с этого же самого угла, но это вид с великоптера. Точно такие же красивейшие открытки, которые продаются по всему миру. Мы можем увидеть. Вот они. Это эти же самые скалы. Посмотрите, как они сфотографированы прекрасно со всех сторон. но получается, что когда мы добрались уже непосредственно до самого-самого этого места, чтобы насладиться, мы увидели всего лишь навсего сетку и какие-то опять фортификационные сооружения. Но все-таки ура-ура! Мы добрались до самой-самой западной точки острова Уайт. Вот, видите, давайте мы помедитируем, посидим здесь на этом углу, так же, как и большинство англичан. Я сейчас возьму чашечку кофе себе, отдохну немножко, и вы знаете, я знаю еще одно место, из которого, вот видите, можно посмотреть, может быть, будет немного получше нам видно. Я знаю несколько таких здесь мест, поэтому пью кофе, делаю фотографии на память, немножко отдыхаю, потому что я уже прошла практически полдня сегодня хожу, гуляю, делаю для вас съемку, и дальше мы пойдем еще в одно хорошее место. Ну вот, смотрите, возможно, вот это будет наиболее лучшим видом, который я нашла для вас, и я все-таки хочу рассказать, откуда взялось название Ниддлс, игла. Так вот, Ниддлс, это название скалы получили от четвертой, самой высокой и игольчатой скалы, которая называлась Жена Лота, и вот если вы видите, между тремя там есть такой большой промежуток, и вот именно там стояла очень острая и высокая скала, похожая на иглу. Жена Лота в Библии, вы знаете, кто это такая, она упоминается впервые в книге Бытия, описывается, как она стала соляным столбом, после того, как оглянулась на Содом. Так называлась Жена Лота, вот эта острая скала Ниддлс, но она, к сожалению, во время шторма еще в 1764 году обрушилась. Остальные скалы совсем не похожи на игольчатые, но название так и осталось Ниддлс. Эти иглы Ниддлс были представлены на Би-Би-Си в двух телевизионных программах семь природных чудес в 2005 году в качестве одного из чудес Южной Англии были представлены именно эти скалы Ниддлс. Не знаю, как вы, друзья, а я бы, конечно, с удовольствием посмотрела на вот эту самую главную скалу Ниддлс, жена Лота, но я, к сожалению, нашла только вот такие вот картинки. Верхний рисунок датируется 1887 годом, когда уже не было этой скалы, а нижний 1759 год. Но и это еще не все замечательные чудеса, которые случились здесь у этих скал Ниддлс. Я хочу вам рассказать еще одно очень интересное событие, о котором вы вряд ли слышали до этого и вряд ли кто-нибудь еще вам об этом расскажет. Однажды под вечер, когда был большой отлив, проплывающие здесь на лодках люди вдруг с удивлением увидели человека, который стоит на воде. хотелось бы, конечно, предположить, что этот человек выглядел вот так, загадочно и очень красиво, но нет, человек выглядел вот так, как-то вполне обыденно, и оказалось, что он стоял вот на этой металлической штуке, посмотрите поближе. Оказалось, что это остатки греческого торгового парохода Варваси, который потерпел крушение на скалах Ниддлс в 1947 году. Он перевозил груз мандаринов из Алжира в Саус-Хэмптон и потерпел крушение из-за отказа двигателя в штормовую погоду. Его занесло на эти скалы, и когда была предпринята попытка оттащить корабль от скал, он просто затонул. Но все 36 членов экипажа были спасены. Но вот остатки этого парохода лежали очень долго здесь поблизости от скал, представляли большую опасность для мелких судов, проходящих мимо, и вот буквально два года назад этот корабль был поднят со дна и убран отсюда. Я об этой истории знала давным-давно, мне о ней рассказал еще мой муж, когда мы впервые в 2011 году посетили этот Ниддлс, и вот вы знаете, так как у меня авантюрный характер, то я возвращаясь, выходя из этого музея, вот как раз у них здесь есть такое маленькое помещение, где вся информация хранится, я здесь заплатила 5 фунтов, когда заходила, и конечно же мне стало интересно, и я спросила у англичан, а что здесь у них такое произошло, и что тут у них затонуло, и вот они мне, опять же, всей толпой, очень долго искали какую-либо информацию, и в конце концов нашли вот именно то, что я и просила об этом корабле, ну, а молоденькая девочка, которая там билеты продавала, она стояла, хлопала глазами, и она была вообще не в курсе совершенно этой истории, вот такая вот интересная опять подробность, помните у меня три загадочных портрета в пабе, вот и все повторилось вновь, друзья, вторую часть этого видео, еще более интересную, чем первую, с подробностями и с интересными моментами, я покажу вам в следующий раз, а на этом я с вами прощаюсь, всего вам доброго, пока-пока. пока-пока.